Так, ну что, всем привет, добро пожаловать на второй этап Lightning Talks в нашей программе. Я передаю слово Светлане Новиковой, член нашего программного комитета, который будет сегодня модерировать наши дискуссии. Всем привет, не будем долго ждать, я думаю, что люди подтянутся по ходу, кто-то ушел на перерыв, будут возвращаться и подключаться. В процессе сегодня у нас второй этап Lightning Talks, еще три докладчика готовы поделиться с вами своими кейсами в очень концентрированном формате в течение 10 минут. Мы без остановки, они рассказывают свои кейсы, и потом мы все вопросы, которые будут в чате за это время или любые другие вопросы, может быть, между докладчиками возникнет какая-то дискуссия, мы будем обсуждать в течение где-то 20-30 минут. Первым у нас сегодня будет Виктор Вальчук из РБ Консалтинг, он расскажет про то, как создавать знания в организации, которые обеспечат ее конкурентоспособность. Виктор, передаю вам микрофон. Виктор, передаю вам микрофон. О, опять сначала не хочет показывать. Итак, мое сообщение называется «Создание знаний в организации, обеспечивающих конкурентоспособность». Немножко о себе. Я уже 20 лет занимаюсь консалтингом и последние 10 лет таким подходом, как теория ограничений. За это время я с помощью инструментов теории ограничений провел уже более 55 стратегических сессий. И, собственно говоря, вот на основе этой информации, собранной мной, я как бы построил этот доклад. Начну с двух утверждений. Значит, первое – это то, что развитие бизнеса – это последовательное устранение ограничивающих убеждений из его культурного кода. Вот я пришел к такому определению развития бизнеса. И теория ограничения, собственно говоря, является методологией, которая как раз позволяет обнаружить и устранить эти самые ограничивающие убеждения. Ограничивающие убеждения – это вот часть так называемого неформального знания в организации. И таким образом мы находим решение, позволяющее бизнесу развиваться. Ну, я думаю, что все знают хорошо вот такую картинку, которая показывает, каким образом развивается знание в организации. Значит, оно развивается по идее Токиучи и Инанаки по такой спирали. Оно переходит из формального в неформальное и обратно с индивидуального уровня на групповой и на организационный. И основная как бы здесь трудность заключается в том, что в тот момент, когда знание мы переводим из неформального в формальное, в неформальном знании, которое, значит, состоит из различных там убеждений, принципов, ценностей, вполне могут быть и ошибочные убеждения, или я их буду называть ограничивающие убеждения. И если мы на основе таких ограничивающих убеждений начинаем строить какие-то наши формальные знания, инструкции, регламенты, бизнес-процессы, то тогда, значит, получается, что и наше знание формальное, оно тоже становится не совсем верным, поскольку оно построено на ограничивающих убеждениях. И уже как бы мыслительные процессы теории ограничения, они существуют уже более 40 лет, и, собственно говоря, они как бы и представляют у себя инструмент, который позволяет нам обнаружить и вычислить эти ограничивающие убеждения, и, соответственно, от них отказаться и построить соответствующее решение. Вот здесь сверху первая пиктограмма – это как раз корневой конфликт, который мы обычно строим. На основе этого корневого конфликта выявляется ошибочное убеждение. Когда мы знаем ошибочное убеждение, мы можем уже построить новое решение, которое свободно от ограничивающих убеждений, у нас уходит конфликт и получается так называемое прорывное решение. И дальше мы это решение транслируем уже на уровень компании, на уровень групп, индивидуальностей, как бы логически обосновывая это решение. Вот таким образом в теории ограничений строится решение. Ну вот тут как пример, да, вот мы построили соответствующий корневой конфликт. Здесь для подразделения интернет-маркетинга сделано. Мы видим, что здесь вот есть цель увеличения прибыли. Чтобы эту цель обеспечить, мы удовлетворяем клиента. С одной стороны, а с другой стороны обеспечиваем поступление денежных средств. Так вот, для удовлетворения клиента нам нужно одни действия выполнять, а для обеспечения поступления денежных средств так получается, что нам нужно выполнять совершенно другие действия, и они находятся в конфликте между собой. В любой организации можно построить такой корневой конфликт. Дальше мы выявляем убеждения, которые ведут к этому конфликту, и среди них выявляем ошибочные. Они всегда есть, иначе бы не было конфликта. Ну, например, вот здесь есть ошибочные убеждения. Отношения с клиентом не ухудшатся. Ну, имеется в виду, никогда они не ухудшатся, поэтому мы как бы действия свои строим на этом. Или оплата за конечный результат покроет все наши расходы на проект. Тоже, в конце концов, приходим к выводу, что это ошибочные убеждения. Таким образом, мы в конце концов строим это самое решение. Ну, пропущу. Значит, теперь смотрите. Если мы смотрим в координатах, которые обычно используются для процесса генерации знаний, то есть уровень индивидуальный, групповой, организационный, неформальное, формальное знание, то как происходит в мыслительных процессах? Мы основываемся на той деятельности, которая у нас на индивидуальном уровне есть, формулируем этот самый корневой конфликт, выявляем убеждения, переходим на формальное знание, то есть формулируем наши новые действия, решения. На основе этого у нас получаются какие-то наши регламенты, которые мы передаем нашему персоналу. А как мы его обычно передаем? Передаем через логическое обоснование. Ну, в теории ограничения это так называемые шесть слоев сопротивления. То есть логически обосновываем, как нужно теперь работать. Но на самом деле логическое обоснование, оно очень плохо работает с точки зрения влияния на неформальное знание, на убеждение. Нужен какой-то другой какой-то шаг. И в принципе, я в своей деятельности нашел такой шаг. Значит, в тот момент, когда мы сначала выявили конфликт на уровне группы, потом выявили ограничивающие убеждения, это еще наше как бы неформальное знание, дальше мы формулируем решения. Эти решения для различных групп объединяем между собой. У нас получается решение на уровне компании, дальше у нас получаются регламенты. И происходит интернализация знания. Каким образом? Мы просим на уровне индивидуумов построить точно так же свои конфликты, связанные с этой деятельностью, и выявить свои убеждения. И таким образом мы добиваемся того, что каждый человек, он выявляет свои собственные заблуждения, ошибочные убеждения или ограничивающие убеждения. И таким образом меняет свою деятельность. Ну вот, на следующем слайде я показываю, как для одной из компаний это происходило. Значит, когда мы выявили ограничивающие убеждения, это было такое убеждение. Индивидуальное стимулирование на продаже. То есть у них было такое убеждение, что только индивидуальное стимулирование на продаже работает. А мы пришли к поводу, что в их случае это является ограничивающим убеждением. Поэтому решение перейти на систему оплаты, оклад плюс премия общая, и перейти на скрам. Скрам нужен тут как раз для того, чтобы изменить мотивацию людей. И уже на уровне отдельного работника, например, вот скрам-мастера, они пришли к выводу, когда скрам-мастер построил свой собственный конфликт, он пришел к выводу, что у него есть такое убеждение. Я лучше знаю, что делать. То есть я лучше знаю, чем моя команда, что делать. И он как бы постоянно борется с собой. И, собственно говоря, когда он понял, что это и есть его ошибочное убеждение, он уже начинает работать скрам-мастером намного лучше. Ну вот такой подход теории ограничений к тому, чтобы переходить, сначала выявлять решение для всей команды, а потом уже это знание переводить в неформальное. То есть то, что нам рекомендуют такие ученики на НАКО, обычное намерение, автономия, встряска и так дальше, теория ограничений, она дополняет тем, что необходимо обучить построению диаграммы разрешения конфликтов, использовать мыслительные процессы для принятия решений на уровне команд и затем уже выявления ограничивающих убеждений, и в том числе на уровне отдельных людей. Собственно говоря, вот я на этом закончил. Спасибо. Спасибо, Виктор, очень интересно, и это нужно прямо, мне кажется, переварить. Я напоминаю, что можно задавать вопрос прямо сейчас, пока вы не забыли, если есть что-то текущее, мы их обсудим в самом конце. Мы двигаемся дальше, я передаю слово Кузель Рахимовой, R&D лид компании Directum, она расскажет кейс своей компании о том под названием «Глубокое погружение, эволюция системы обучения как залог успешности команды и проекта». Кузель, цена твоя. Так, сейчас, как меня слышно? Хорошо. Слышно? Хорошо, сейчас это шарик. Так, видно? Да, все супер. Все, да, ладно, спасибо. Сейчас, в общем-то, начинаем, все правильно. Хочется поговорить о подходе команды. Здесь немножко обо мне. Хорошо видно. В общем-то, да, действительно, я сейчас занимаюсь управлением разработкой продуктов, управлением исследованием. До этого руководила командой аналитики и управляла проектом. И поэтому для меня, для руководителя, всегда остро стоит вопрос формирования команды и ее успешности. И, собственно, по моим наблюдениям, вот эти узкие места, в притирке команд, можно было бы закрыть их предварительной подготовкой. И как раз хочется поговорить о том, что такое может быть предварительная подготовка членов команды, сотрудников. Хочется поговорить о подходе компании к этому вопросу, какие были сложности, какие решения мы приняли и, в общем-то, каким результатом пришли в итоге. И здесь хочется немножко для масштаба рассказать про саму компанию. Здесь компания, ей больше 30 лет, занимается разработкой интеллектуальной системы для управления цифровыми процессами и документами. В общем-то, в компании больше 600 человек, 3 офиса, большое количество клиентов и партнеров. И, естественно, вопрос синхронизации, адаптации сотрудников и понимания, что к чему, естественно, стоит достаточно остро. И в целом мы выявили, что для нас важно, это единая экосистема, то есть информационный такой контекст, единый, в котором взаимодействуют все сотрудники, все члены команд, все партнеры в том числе, которые оперируют единым набором знаний, понятий, имеют одинаковые ценности и, в общем-то, разделяют цели компании между собой. И, в общем-то, давайте посмотрим, как к этому можно было бы прийти. Немножко погружу в контекст. Я в компании работаю чуть больше года, и, соответственно, тоже сразу столкнулась с этими особенностями, и мне, как руководителя, это показалось важным выделить. Есть достаточно сложная предметная область, это и советское наследие, и нюансы законодательства, которые необходимо учитывать в большом объеме. И, вследствие этого, получается довольно сложный продукт, многокомпонентный продукт при этом. Нужно как бы очень рассказать, и, учитывая, что там компания начинала работать более 30 лет назад, как такого сформированного рынка, работа с информационными системами, с разработкой, в принципе, не было, в крайней мере, у нас. И, соответственно, быстрый рост компании также привел к появлению специализированных департаментов, что тоже требовало необходимости синхронизации с этим. В общем-то, поэтому пришли к решению, что нам нужна своя система обучения. Естественно, она прошла через определенные этапы развития, то есть в том виде, в котором сейчас система подхода у нас есть и используется, она, естественно, не такой же, как несколько лет был назад. То есть каждый этап – это улучшенная версия предыдущего. То есть здесь как раз отрабатывался фидбэк от команд, фидбэк от сотрудников, это где даже топ-шоу, естественно. Фидбэк от рынка, да, это понимание, оно становилось все более яснее и яснее, и, естественно, благодаря тоже получаемым результатам. В общем-то, с чего все началось? Опять-таки, сложная системная область. Соответственно, есть такой выход, что просто взять новичков достаточно активно и их посадить на три месяца, заставить там все учить, все забрить и потом, в общем-то, это как-то рассказать на встрече. И это, естественно, давало результат, учитывая, что вообще как бы опытных специалистов в этой теме вообще нет. После этого входили люди, которые уже понимали, что нужно делать так с этим вопросом. Естественно, рынок развивался, и у нас появлялись конкуренты, появлялось понимание, как лучше с этим работать. Естественно, к нам приходили уже и опытные сотрудники, а не только новички для новичков, в принципе, которые вообще в теме там ничего не понимают, никто не знает, разработки не занимают, не аналитик. Все для них то же самое. Понятно, что человек с опытом, он не хочет сидеть и зубрить все это дело, особенно те аспекты, которые он уже знает. Поэтому у него только час времени происходит на обучение. Но, опять-таки, в силу того, что предметка сложная, сам продукт сложный, поэтому большая часть. И остальное время он уже взаимодействует своей командой, уже включается в продуктовые задачи, в задачи разработки. Естественно, следующим этапом это была уже специализация программы. То есть, как я уже говорила, у нас формировались департаменты, аналитики, продавцы и так далее, именно по своей специализации. И, соответственно, стало понятно, что нужно включать информацию и о, не знаю, например, о бизнес-анализе, системном анализе, обработке, как проводить продажи. И тут уже руководители департаментов определяли большую часть наполнения программы, заполняя ее как раз на определенные знаниями, на определенные дополнениями. И что это позволило? То есть, это позволило сформировать команды более гармонично. Появились специалисты, так скажем, специализированные профессионалы, которые забирают полностью на себя вот этот комплекс задач и с ним полностью работают, взаимодействуют. И, в общем-то, можно уже об этом не беспокоиться. Что находится, в принципе, под капотом системы? Из чего она состоит? Это несколько компонентов. Здесь есть кураторы, материалы для обучения, естественно, менторы есть. Это и программа аттестации, и повышение грейдов, и система повышения грейдов, естественно. Чем это нам, в общем-то, помогает? Куратором у нас выступает это отдел работы с персоналом. Они задают такой некий тонный поиск, да, как вообще взаимодействовать с обучением, что это такое, что из себя представляет, как с этим можно было бы работать. И, соответственно, естественно, есть ментор и наставник. То есть, новичок, он когда приходит в компанию, конечно же, он там не один, да, взаимодействует со всеми многообразиями. У него есть наставник, который его проводит по этому пути. И, соответственно, тоже наставником не становится кто-то там из отдела. Если, например, раньше это было позволительно при небольшом количестве сотрудников, чтобы это был руководитель отдела, теперь это уже практически невозможно. И, соответственно, наставником становится человек, допустим, из школы или из команды, но который уже научен учить. То есть, как раз кураторы, они учат наставников, как и, образом, за ними действовать самочками, как их можно развивать. Они тоже проходят обучение и аттестации. Сами материалы, то многообразие, да, которое у нас есть, оно также состоит из нескольких компонентов. Почему это важно? Потому что есть базовые вещи, которые должны знать все, которые важны, да, для компании. Это стратегия, это ценности, это, в принципе, корпоративные культуры, ну, какие-то форк-моменты на положении в командировках, на выпусках и так далее, да, правила работы с ними. Естественно, раз мы говорим о продуктовой разработке, продуктовых командах, важна информация о продуктах, что это, как это, как с этим работать, вообще что там находится внутри. Как мы говорили, что есть там разные специалисты, аналитики и так далее, соответственно, для них важно и на специализированные материалы, курсы, там, еще что-то. Курсы учебного центра, которые проводятся не только внутри компании, но, в принципе, учебный центр обучают и партнеров, и специалистов, заказчика. То есть это как работа с системой администрирования, разработка, там, пользовательский курс. Ну, большое количество презентационных, маркетинговых материалов, которые тоже бывают важны, естественно, при работе. Здесь небольшой пример, как выглядит программа обучения, да, такой шаблон, естественно, там он от отдела, от команды к команде меняется, ну, условно, когда собирается выйти новый человек, наставник берет этот шаблон и вставляет все, что необходимо изучить. Опять-таки, тут же можно убить продолжительность, например, такого глубокого погружения, внутри месяца, два, может быть, полтора, опять-таки, в зависимости от квалификации и того, на какую роль, да, приходит нам сотрудничать. В общем-то, здесь у нас сама платформа, да, на которой находится система обучения. Здесь мы используем несколько информационных систем. Это кастомизированные версии наших продуктов, да, в Собственно, в игре год. Это большая справочная система, Вики, там, где можно еще в портале задать вопросы, получить ответы. Это портал обучения учебного центра и портал тестирования. То есть, там можно подключиться, прийти, создать, получить там свои сертификаты необходимые. Естественно, это дома стандартных продуктов, как смотреть, как это работает. И все вот это вот, оно доступно 24 на 7. Соответственно, у сотрудника, если есть вопрос, он сюда может обратиться. Здесь, естественно, как бы учитывается особенно, что, не знаю, Малитик решил стать такой декабельный проект, его переход, или переход, например, из одной продуктовой команды в Бельгу, и здесь вся газа знаний. В общем-то, оказалось, проходите, пользуйтесь, когда она доступна для всех. Естественно, поддерживать вактуальное состояние, за это следят как раз курат. В общем-то, один, да, еще из компонентов системы обучения, естественно, это аттестации. Бывает, что отношения к аттестациям разные, но я считаю, что они важны. Почему, да, как и для руководителя в том числе. То есть, ты видишь, что там у человека great, там, один, два, три, и так далее, там, для разработчиков, там, джун, мидл, сеньор, или еще что-то, и ты понимаешь, кто это, что это, какая у него там может быть зона ответственности, ты понимаешь, гармонично ли у тебя сложилась команда из этих специалистов, да, достаточного времени, или чего-то не хватает. Поэтому, в общем-то, я буду полностью туда аттестации, у всех, но тут вопрос в том, в каком образе, да, они проходят. Естественно, как я уже говорила, тестирование по курсам на знание продуктов и продуктов, да, как основной платформы, так и сопутствующих. Почему это важно? Потому что нужно знать, что мы делаем. Соответственно, если человек пришел в эти курсы, соответственно, допустим, тем лид знает, что с этим разработчиком можно вот эти задачи дать, поэтому, ну, как бы, там нельзя и выучить в то время. Есть такой интересный элемент, на мой взгляд, и он тоже оказался неполезен, да, в ходе своего обучения, такие гривые презентации. То есть ты становишься на место, не знаю, продавца, аккаунта или еще кого-нибудь, и пытаешься опытным сотрудникам продать или систему, или рассказать, как ей пользоваться. Это позволяет понять аспекты работы других сотрудников. Например, если формируется команда для заключения сделки из разных специалистов, то они лучше погружаются благодаря, да, вот этой игровой презентации в работу, да, в особенности. Соответственно, и получать более синхронизированные представления людей, как работает на проект. Естественно, мы тут не стоим на месте, получаем определенный фидбэк, рынок развивается, естественно, у нас не все получилось, например, гимнификация у нас не сработала, что удивительно, да, в плане обучения казалось бы, так классно, вроде все об этом рассказывают, но нет, у нас не получилось, к сожалению, естественно, больше с этим не работаем. И понятно, что раз время идет, то из-за 30 лет, тем более, решения, которые работали раньше, сейчас уже не работают, в общем-то, это нормально, в связи с того, что все-таки у нас сейчас меняется формат потребления информации, наверное, это чувствуется по себе, может быть, своим детям это заметно, каким образом они сейчас получают информацию. сейчас уже люди не готовы три месяца что-то сидеть, учить, или там писать какие-то документы, проходить как-то прямо тесты, и мы это тоже все учитываем, поэтому сейчас находимся на такой новой стадии, да, наверное, эволюции нашей системы обучения. Мы стараемся ее упростить и, соответственно, сократить время на ее прохождение, потому что это все-таки, да, есть такая длительная затрата, накладные расходы, и хотела бы сократить, соответственно, сократить данные китами к маркету сотрудника, и чтобы он уже быстрее начинал работать над продавными задачами, быстрее там принесил, да, какой-то полосы, это важно, в том числе и для запуска новых проектов, для формирования новых команд. Даже те же самые команды разработки, например, уже сами пишут свою какую-то, да, программу адаптации новичков в зависимости от особенностей каких-то. Здесь тоже стараемся больше видео добавить каких-то элементов. Или, например, для аналитиков важно участвовать на пресейлах, поучаствовать на встречах с клиентом, то есть это не просто уже чтение, вот, пожалуйста, на встрече веди себя так, а нет, ты сразу идешь и сразу начинаешь там что-то делать на встрече, хотя бы в зависимости по такому. И мы верим, что такой подход позволяет нам получить классную команду. Вот, в общем-то, здесь у меня все. Спасибо за внимание. Иду тогда в ваши вопросы. Вот, постараемся следить. Конечно, тут много еще есть аспектов, о которых хотелось бы рассказать. Спасибо, Гузель, отличный кейс. Да, тут на самом деле еще много куда, мне кажется, можно углубиться, я думаю, что если зададут вопросы по отдельным аспектам, то как раз какой-то из них сможем провалиться более подробно. Ну, или, наверное, ты не будешь против, если к тебе кто-нибудь придет потом с вопросами в личку о том, как же мне такое же сделать у себя. Мы идем дальше. Я передаю слово Татьяне Андреевой. Вот, помните, говорили, что KnowledgeConf будет онлайн по всему миру, и это правда, потому что к нам подключается в Ирландии. Татьяна из Майнут Юниверсити школы бизнеса в Ирландии, и она расскажет о том, как связаны стратегии компании и ее знания, есть ли связь, и, в общем, как их связать, если ее, наверное, нет у вас еще. Передаю слово Татьяне. Добрый день. Слышно ли меня? Да, слышно, и видно ли экран? Скажите, виден в режиме презентации или с комментариями? Надо переключить, переключить режим. Так. Теперь видно, правильно? Угу. Все, супер. Да. Добрый день. Меня зовут Татьяна Андреева, и я хотела бы сегодня рассказать о стратегии компании и ее знаниях, как они связаны, зачем нам эта связь нужна, и как ее установить. И выбрала именно эту тему, потому что, на мой взгляд, к сожалению, ей очень мало уделяется внимания, она важна, и сейчас объясню, зачем. Но прежде, наверное, надо сказать пару слов о себе, и я занимаюсь управлением знаниями уже больше 15 лет, сначала как практик, а потом я перешла в академическую среду, и с 2007 года я преподаю управление знаниями, занимаюсь исследованием в этой области, сначала в ИШМ с ППГУ, мы были коллегами с Татьяной Альбертной и Гавриловой, а вот уже пятый год я работаю в Ирландии. И так про стратегию компании и почему мне кажется, что это очень важно. В рамках, например, конференции, которая у нас сейчас проходит, мы очень много обсуждаем, какой должна быть правильная инфраструктура, чтобы управлять знаниями, то есть мы говорим, как лучше организовать базы данных, как провести картирование, как организовать обучение или обмен знаниями между сотрудниками. И это все можно сделать правильно, и мы с вами обсуждаем, как это лучше сделать, но эти правильные системы еще не дают ответа, не гарантируют нам, что мы управляем при этом правильными знаниями. И картинка, которую я выбрала на этот слайд, мне кажется, метафорически хорошо отражает эту ситуацию в том смысле, что когда мы обсуждаем эти управленческие инфраструктурные решения про систему управления знаниями, мы говорим про ключик. Мы обсуждаем, как сделать ключик красивым, отполированным, хорошо наточенным и так далее. Но для того, чтобы ключ работал и открывал двери, нужно, чтобы он подходил к замочной скважине, правильно? И в этом смысле все вопросы о красоте ключа, о его дизайне, они вторичны, если он к скважине не подходит. И вот, на мой взгляд, это как раз тот вопрос, который мы забываем часто себе задать. Собственно, какие знания действительно являются ценным ресурсом для нашей компании? Если мы ответим на этот вопрос, то мы поймем, какая у нас скважина и какой тогда, соответственно, нам необходим ключ. И, соответственно, как же нам попытаться ответить на этот вопрос, какие знания действительно для компании являются ценным ресурсом и уже отталкиваться от этого? Для этого есть ряд аналитических инструментов, которые вдохновлены традиционными инструментами стратегического анализа. Говорю именно вдохновлены, потому что, хотя по названиям, которые здесь на слайде может показаться, что это очень знакомо, например, свод-анализ, они не являются их копией, а вдохновлены ими, но переработаны именно с учетом специфики знаний и знаниевых аспектов работы компании. Я должна сразу сказать, я не сама придумала эти аналитические элементы, они были разработаны, инструменты, они были разработаны порядка 20 лет назад Майклом Заком, американским специалистом по управлению знаниями, и когда я его нашла работы, они мне очень понравились именно тем, что я увидела, как их можно применять, то есть это не теоретические рассуждения, как можно пойти и взять это с компанией сделать и какую-то пользу из этого извлечь, и я стала пробовать использовать эти инструменты, мне они показались очень удачными, я познакомилась с Майклом, и мы с ним тоже вместе успели поработать, прежде чем ушел на пенсию, и вот сегодня я хочу поделиться с вами одним из этих инструментов, как бы показать, как это можно сделать. Этот инструмент называется позиционирование относительно конкурентов, и на мой взгляд он так прост, что вот можно прямо завтра пойти и его попробовать для себя сделать, а ценность его, мне кажется, очень велика. Что здесь предлагается сделать? Оценить с одной стороны свою компанию, а с другой стороны конкурентов с точки зрения какого уровня у нас есть знания, и Майкл Зак предлагает разделить их на знания на три основные категории, во-первых, это категория базовых знаний, это знания, которые необходимы для того, чтобы поработать в этой отрасли, это как бы некая входная информация, если у тебя нет этих знаний, то ты в этой отрасли в принципе не можешь существовать, но они не дают тебе конкурентного преимущества. Следующая категория это продвинутые знания, и продвинутые знания это знания, которые дают тебе возможность успешно конкурировать, которые позволяют тебе достигать каких-то успехов в твоей отрасли, и последняя категория это новаторские знания, которые кардинально прорывны, которые позволяют тебе не только наравне конкурировать с другими в отрасли, но и позволяют например менять правила игры в отрасли и кардинально отрываться от своих конкурентов. И соответственно если мы проведем такой анализ и оценим с одной стороны свою организацию, а с другой стороны конкурентов, мы сможем на этой карте поставить точку, где мы находимся. Например, если мы оцениваем свои знания как продвинутые, но при этом знания конкурентов мы оцениваем как новаторские, то если вы соедините две линии по горизонтали мы на уровне продвинутых знаний, а по вертикали от конкурентов, которые находятся на новаторских знаниях, то вы увидите, что мы как организация попадаем в отстающие. Несмотря на то, что у нас знания достаточно продвинутые, если у наших конкурентов есть знания новаторского уровня, то со стратегической точки зрения мы находимся в такой опасной несколько ситуации, потому что мы отстаем. Если, например, у нас есть продвинутые или новаторские знания, но такие же знания есть у конкурентов продвинутые или новаторские, то мы попадаем в среднюю категорию жизнеспособных конкурентов. Мы можем существовать и конкурировать, но это не значит, что мы станем лидером в нашей отрасли. И, как показал мой опыт работы с этим инструментом в разных компаниях, что, несмотря на то, что он выглядит очень просто, в применении его есть один нюанс, которым хочу поделиться, потому что оценивать компанию в целом, неважно, самих себя или конкурентов, совсем в целиком. У нас целиком базовые знания или продвинутые. На мой взгляд, тупиковый подход, потому что у нас есть всегда и у нас и у конкурентов знания разнообразные, и их целиком в одну категорию очень сложно себя поставить, где на этой карте мы находимся. И поэтому более полезный подход это попытаться прежде чем проводить вот эту классификацию на базовые продвинутые новаторские знания, выделить некие основные группы знаний, о которых мы говорим в нашей компании, и потом по каждой из этих групп знаний уже проводить эту диагностику. Ну вот приведу пример, я работала с инжиниринговой компанией, и собственно говоря, вообще весь разговор про это зашел, когда они пришли спросить совета, как им улучшить их базу знаний у инжиниринговой компании, соответственно, их ключевая база знаний это база знаний инжиниринговых проектов, проектного опыта, похожий доклад мы слышали вчера, вот примерно такая же история была, и их интересовало как сделать эту базу более эффективной, но когда мы стали с ними разговаривать, я задала им тот самый ключевой вопрос, держа в голове картинку про ключик и замочную скважину, какие же знания на самом деле являются для вас основными, самыми важными, их первый интуитивный был ответ, ну конечно, вот эти инженерные знания, это наша основная база, но когда мы стали делать анализ вот с помощью этой схемы, то стало понятно, что несмотря на то, что их знания продвинуты, они не дают им долгосрочного конкурентного преимущества, потому что, во-первых, подобного рода знаний есть у всех игроков на рынке, то есть никто не может быть в этом бизнесе, не обладая этими инженерными знаниями, а кроме того, если мы говорим о российской компании, относительно небольшой, а среди конкурентов есть международные гиганты, как Шлемберже, у которых есть совершенно другой порядок ресурсов, которые не могут инженерных знаний и обновления, то соответственно становится понятно, что позиция компании на этих знаниях стратегически довольно слабая, то есть невозможно на их основе строить свое стратегическое конкурентное преимущество. Мы стали обсуждать, какие же еще есть у компании знания и какие из них могут дать конкурентное преимущество. И выяснилось, что, например, в этой конкретной компании есть знания о том, как готовить документацию к тендерам, особенно государственным тендерам, и как в этих тендерах выигрывать. И это как раз те знания, которых у конкурентов нету, и которые компанию отличают, на основе чего они могут действительно долгосрочно конкурировать. И когда я им задала вопрос, что вы делаете для того, чтобы эти знания сохранять и передавать, выяснилось, что ничего. Соответственно, логика принятия решений в моем представлении должна быть такая. Мы сначала должны понять, какие знания для нас вообще стратегически значимы, потом понять, какими из них компания уже обладает, а если какими-то не обладает, то какие надо приобрести. И дальше тогда мы можем отвечать на вопросы, где эти знания находятся, какие знания и процессы приоритетны, и уже дальше организовывать систему управления знаниями. И в этом смысле мне было очень интересно, вчера был доклад Евгения Викторова про систему картирования, мне показался он очень интересным, и если вы на нем были, Евгений показывал, что, например, результаты анализа показали, что по некоторым блокам знаний у компании очень высокий уровень экспертизы, а по некоторым наоборот есть провалы. Так вот, для того, чтобы сделать из этого картирования какие-то выводы, понять, там, где у нас есть провалы, это проблема или нет, ее нужно закрывать, нужно понимать для начала, какие знания стратегически значимы. Мне представляется, что как раз такой инструментарий может позволить нам понять, как правильно расставить приоритеты, когда мы думаем про систему управления знаниями. И я приготовила еще один коротенький пример, специально его выбрала из отрасли, которая не имеет отношения к IT, но которую, я думаю, многие знают. Это компания Унция, 7 чайных магазинов. Вот я с ними тоже работала, обсуждая про стратегию и знания, и здесь я хочу привести этот пример, показать, что это работает и в другую сторону, не только понимая наши стратегические приоритеты, мы можем более эффективно построить систему управления знаниями, но и понимая наши приоритеты, мы можем вообще по-другому всю стратегию компании сформулировать, то есть когда мы провели вместе с компанией брейнсторминг, какие знания у них вообще есть, выяснилось, ну первое, конечно, что всем приходит в голову, наверное, если вы знаете бизнес этой компании, это знание продукта, чая, кофе, знание розничных магазинов, это то, что лежит на поверхности, но когда мы с ними обсуждали это дальше и глубже, то выяснилось, что есть еще ряд знаний, которые есть у компаний и которые как раз представляются очень ценными и уникальными, например, знания по управлению закупками, где они выстроили такую систему, в которой меньше одного процента позиций отсутствует наличие, или система управления финансами и бюджетирования, когда таким образом построено бюджетирование, что практически 90% плановых показателей совпадают с фактом и очень хорошие системы оценки экономических рисков, управленческих решений. И, соответственно, когда компания дальше, из этого были сделаны выводы для системы управления знаниями, но что, мне кажется, более интересным, что когда компания думала о своей стратегии на ближайшие 10 лет, они приняли решение развивать дальше свою стратегию не на основе как раз продуктов, а на основе своих компетенций, в том числе тех компетенций уникальных, которые их отличают от конкурентов. И это вывело на такие идеи стратегического развития, которые до этого в принципе вообще не обсуждались. Вот на этом примере я хотела бы закончить и тоже буду рада ответить на вопрос. Спасибо большое, Татьяна. Мне кажется, два очень интересных кейса и сам посыл про стратегические знания очень интересные. Если кто-нибудь хочет задать вопрос голосом, то у вас будет приоритет, потому что у нас есть вопросы в чате, но в принципе есть возможность, если есть желание задать вопрос голосом, можете поднять лапку в реакциях и мы дадим вам сцену. Я пока задам вопрос из чата, на самом деле он к Татьяне. Собственно, далеко можно не уходить, да? Как выяснить уровень знаний у конкурентов? Думаю, что это очень хороший вопрос, учитывая, что есть, ну если там IT может быть чуть более прозрачная отрасль, но тоже, наверное, не все рассказывают про свой уровень навыков, знаний, компетенций, а есть еще более закрытые отрасли, такие как промышленности или тем более какая-нибудь военная, как можно выяснить уровень знаний конкурентов, чтобы себя сравнить и понять, где ты находишься в этом мире? Спасибо большое, это очень хороший вопрос, его действительно часто задают и мне кажется, что ответ на него на самом деле проще, чем кажется, потому что мы действительно не можем знать подробности, детали того, что знают конкуренты. Но если мы работаем в этом рынке и мы видим, что наши конкуренты делают, как они работают с заказчиками, какие они продукты представляют, то мы как сами специалисты в этой осле, мы можем оценить это примерно, да, и здесь вопрос не состоит для того, чтобы, нам не нужно знать подробные детали, эта схема нам нужна лишь для того, чтобы понять этот в принципе конкурент, у него есть какие-то такие уникальные знания, они в своих продуктах делают что-то такое, что мы не умеем, и мы это видим в продуктах, и то, что позволяет им гораздо лучше привлекать клиентов, чем нам, или нет. Вот такого уровня оценки достаточно для того, чтобы построить эту карту. каких-нибудь суперпродвинутых методов типа контрольной закупки, попытаться как-то внедриться к конкурентам, нет смысла использовать, достаточно свое представление в данном случае разложить на этот. Я думаю, что ответ находится где-то посередине, между полностью положиться на свое ощущение и между теми глубокими методами забыла, как это называется, конкурентной разведки, да, с одной стороны полезно просто поговорить со своими же специалистами, которые сталкиваются с конкурентами непосредственно, например, продавцами, да, или из R&D людьми, которые ездят на конференции по R&D, видят, что там конкуренты делают. И это уже даст достаточной информации по моему опыту для того, чтобы определиться с картой. Хорошо, спасибо. Я видела у Евгения Викторов, которого только что упоминали, ссылались на его доклад. Есть вопрос, Женя, ты с нами? Да, коллеги, добрый день. Спасибо, Светлана, Татьяна, спасибо за доклад, за рассказ. На самом деле, уже частично ответили, у меня был вопрос про то, как доносить, например, до стратегов, может быть, подскажете, вот результаты такого анализа, потому что понятно, что у них, во-первых, своих стратегических инструментов полно, а во-вторых, не всегда мостики проложены между, например, менеджером по знаниям, или хотя бы HR к тем же стратегам. Спасибо. Евгений, очень хороший вопрос, и, признаюсь честно, у меня, наверное, нет на него идеального ответа и магической таблетки. В тех ситуациях, в которых мне доводилось с этим сталкиваться, обычно помогал разговор, именно задавать вопросы тем людям, которые принимают стратегические решения в компании, о том, ну вот, как вы думаете, какие знания у нас стратегические, а потом играть в адвокаты дьявола и говорить, вот как в том примере про инжиниринговую компанию, про которую я рассказывала, ну да, вот вы мне рассказываете про инженерные ваши уникальные знания, а что из этого не знает Шлемберже и чем вы лучше чем Шлемберже, и вот такие провокационные вопросы, помогают по крайней мере в моей практике помогали заставить людей задуматься и действительно обратить больше внимания на эту связь, но это действительно очень сложно и думаю, что простого решения здесь нет. Спасибо. Я тогда вернусь так сказать к началу. У меня есть вопрос к Виктору, мне показалось, что вот эта ваша методика распутывания вот этих конфликтов, там, поиска каких-то скрытых знаний немножко напоминает как-то, может быть, вдохнули на, поправьте меня, если не так, теория решения изобретательских задач в ТРИС, мне прям очень напомнило многие-то штуки оттуда, это мне показалось, или это действительно так, это первый вопрос такой маленький, а второй, где в этой концепции находятся знания о внешней среде, о внешнем мире и как-то вот они учитывают, потому что кажется, что вот вся эта структура спирали, она очень сильно сконцентрирована на внутренних знаниях, да, нужно ли смотреть вовне и как здесь в какой момент на эти знания, на внешнюю среду ориентироваться. Спасибо за два таких хороших вопроса. Смотрите, ТРИС, действительно, ТРИС очень похож на теорию ограничения с точки зрения инструмента. В ТРИСе формулируется противоречие, у нас формулируется вот туча, да, диаграмма разрешения конфликта. Очень похоже, но ТРИС, он был создан изначально для решения технических задач, а теория ограничения была изначально создана для решения вот задач управленческих. Вот, и они как бы вот шли в разных направлениях. Другое дело, что сейчас есть люди, которые соединяют эти два направления и пользуются плюсами одного подхода и другого подхода. Но теория ограничения, она как бы все-таки, поскольку она здорово продвинулась в организационном управлении, то она вышла на вот такую замечательную вещь, как то, что за всеми нашими решениями, за всеми нашими знаниями, за всем развитием знания стоят ограничивающие убеждения. И вот теория ограничений, она хороша как раз тем, что она такие ограничивающие убеждения позволяет достать, посмотреть на них и выбросить их, отказаться. Вот, ну, если на первый вопрос ответил, то да. Значит, ну, я как бы, я уважаю очень Трис, да, и я как бы с ними там в интернете тоже частенько встречаюсь, и они начинают спорить, какая хорошая Трис, значит, а теория ограничения у них все как бы забрала, значит, переначала. Нет, они развивались совершенно вот параллельно. Теперь вот, да, вы действительно очень точно подметили, теория ограничений, она прежде всего рассматривает внутреннюю составляющую, да, организацию. Почему? Да, просто потому, что внешнее окружение, оно уже влияет на организацию, и как бы уже, скорее всего, есть какое-то противоречие между внутренним содержанием и внешними условиями. И, соответственно, анализируя внутреннюю составляющую, мы и находим эти убеждения, которые, например, могут говорить о том, что наше сегодняшнее поведение на рынке не соответствует тому, что от нас требует сейчас рынок. И, кстати, вот, касаясь того вопроса, на который Татьяна отвечала, значит, с точки зрения теории ограничений, значит, вот этот инструмент мы применяем в том числе для взаимодействия с нашими клиентами. мы говорим, нет, наша система шире, она включает не только нашу организацию, но и наших клиентов. Давайте посмотрим, как нам с ними жить более гармонично, да, и строим вот этот вот конфликт, который сейчас уже есть между нами, да, между нами и нашими потенциальными клиентами всеми. И мы обнаруживаем, что есть вот это противоречие, и таким образом появляется так называемое предложение мафии или предложение ценности для рынка, которое снимает этот конфликт и таким образом получается конкурентное преимущество. Поэтому да, мы как бы мы говорим таким образом, что если существует сейчас противоречие между организациями, которые работают на этом рынке и рынком, то мы найдем это противоречие. А если его нету, тогда и нечего его искать. И не важно, как ведут себя конкуренты. Вот я крамольную вещь говорю, да, сейчас. Не важно, как они себя ведут, нам важно, чтобы мы предложение ценности сделали для рынка. Если сейчас есть этот конфликт, значит, наши конкуренты еще не решают его. Ответил на это? Хорошо. Да, более чем, я бы даже, наверное, тогда попробовала расширить эту идею, может быть, даже применять эту концепцию к тому, чтобы оценить, есть ли ограничивающие убеждения у ваших конкурентов, почему нет. Ну, то есть, если пытаться простроить какую-то идею с докладом Татьяны, например, в принципе, можно попробовать пофантазировать, погрузиться в это и подумать, а какие предубеждения могут быть у ваших конкурентов, возможно, которые окажутся есть у вас. Может быть, даже так будет какой-то выход из коробки. Попробовать применить все то же самое на конкурент. Единственное, что тут как бы проблема с тем, что информация есть, наверное, не в полном объеме. У меня вопрос к кузеле. Я слушала этот весь кейс, там очень много разных еще нюансов, я уверена, скрыто, и у меня возникал вопрос, потому что у вас все так сразу, ну, понятно, что делаешь-то не сразу, компания существует 30 лет, но как будто бы все настолько хорошо, что непонятно, как другим начать так делать. Если мы еще не умеем, еще не дошли до такого уровня, что у нас есть какая-то система именно построена из множества компонентов и пережившая несколько этапов эволюции, с чего, собственно, можно начать? Да, это отличный вопрос, естественно, не все гладко, это 10 минут нужно было уложить основную суть. Я бы рекомендовала здесь как раз опять-таки, да, ссылаясь на доклады коллег, что действительно нужно понять, что является самым важным, без чего, например, ваши сотрудники, ну, никак не смогут взаимодействовать друг с другом и выполнять работу, то есть вычленить ту основу, вот здесь так же, как ты, да, вот эти критические какие-то моменты, критические знания, прямо выписать, понять, что это, и посмотреть, где это все лежит, если к нему доступ. Точно ли все ваши сотрудники, допустим, вы как руководитель или как специалист, которому выручили, да, с этим разобраться, точно ли там все у вас вокруг действительно считают, что вот эти вещи критические, и здесь я бы рекомендовала начать, наверное, в том числе для компании со своего видения, да, то есть кто они, что они, и исходя из этого, уже тогда будет понятно, какими знаниями все остальные должны обладать, где они будут храниться, и то есть действительно, как Татьяна рассказывала, да, то, что вы знаете, действительно, не ваше там УТП, вот, то есть как-то вот с этого, а потом уже это как будут наслаиваться, наслаиваться моменты, вот этот вопрос первый, да, что самое важное, второй вопрос, где вы будете это хранить, чтобы к ним был доступ, вот, если мы это максимально, как бы этим закроем, вопрос, то можно начать уже копить знания и думать, каким образом это пошарить, каким образом можно будет это дальше разобрать, это, наверное, начало с каких-то моментов. Если еще пытаться простроить с другими докладами, тоже небольшой вопрос задам, а стратегия компании должна как-то отражаться вот в этом, в обучении и в передаче знаний. Нужно ли в самом начале простраивать со стратегией компании, рассказывать новичкам про стратегию компании, и если нужно, может быть, есть какие-то у тебя примеры, как вы это делаете, если делаете? Хорошо, я считаю, что да, нужно. Почему? Кажется, что если пришел новичок, он ничего не знает про компанию, он в основном стратегической цели компании, ему не подходит, но это сейчас все меняется, потому что с каждым разом каждый человек, работая, должен понимать, как его действия влияют на конечный результат. компания работает не просто так, то есть мы продукты разрабатываем не просто так взаимодействуем, а для того, чтобы достичь чего-то, поставить там необычным образом у нас такие-сякие задачи. Соответственно, каждый работает, должен понимать, что вот сейчас он делает маленький кусочек, может быть, разговаривая с клиентом по телефону, он на самом деле ведет компанию вот к этой нашей полярной звезде. И это задает вот этот весь контекст, некую такую общность, что мы не просто так тут сидим. Нет, конечно, там будут люди, которые просто так сидят, ну, как бы, ну, ладно, зато все остальные понимают, зачем они. И это дает в том числе возможность отсеять людей, которым эти цели, эти задачи, эти стратегии, миссии не близки. И компания, например, не тратит на них время, и самому человеку не тратит время на эту компанию. Вот. И, например, если говорить о своем конкретном примере здесь, да, в компании, то с первой радой, как я говорила, вообще фирменная информация, там сразу, в принципе, корпоративная культуры, стратегия, миссия, зачем мы этим занимаемся, миссия каждого продукта, зачем мы это делаем. И становится понятно, что это вообще, к чему, зачем ты вот это все улучшишь, что это не просто так, вот для того, чтобы вот это сделать. Я считаю, это важно. То есть у меня были, естественно, как бы, персональные ловкости примеры, когда такого не было, и это было очень сложно таким образом вводить какие-то изменения, вводить какие-то улучшения, потому что ты не знаешь свою точку, на что опереться. Спасибо. У нас начались уникальные ситуации, докладчики стали задавать вопросы друг другу, и поскольку Кузель сейчас, так сказать, чтобы далеко не уходило, то вопрос к Кузеле. Расскажите, пожалуйста, от Татьяны, расскажите, пожалуйста, почему не сработала логинификация? Это хороший вопрос, она была запущена несколько лет назад, то есть до моего, да, прихода в компанию. Тут я постаралась провести расследование на самом деле, и звучало, что, ну, как бы мы и так всем этим занимаемся, и получается, это не тот движок, который тебе позволяет много-много делать. Ну, ты же не будешь просто так, чтобы там выйти в турнирной таблице, кучу задач отправлять сотрудникам другим. Это не нужно. То есть, соответственно, тут не совсем сошелся баланс между текущей работой и ачивками, допустим, в игре. То есть, тебе для текущей работы хватит, не знаю, вот этого уровня, в котором ты взаимодействуешь, дальше не нужно двигаться. Вот это не сработало. Тут, наверное, может быть, для других компаний это подойдет. Вот, для клиентов, для некоторых, хотя бы уже админификации закрутили, в принципе, они вроде пользуются, но у нас на этом вообще не так. Какой движок? А, это самописный? Полностью на собственных решениях внутри информационной системы, которые есть, которым мы пользуемся, там просто навесили определенные вещи. То есть, это получился только модуль, расширяющий текущую информационную систему. Кажется, хорошая вещь, которую стоит запомнить, это то, что если у компании есть возможность, она использует собственные решения, ну, это как, не знаю, если дизайнер носит собственную одежду, то есть, если есть возможность для определенных классов задач применять собственные решения. У нас в прошлом году был похожий кейс от компании Миро, который, наверное, сейчас многие знают, стали активно использовать их доски, более активно, чем до удаленки. Они тоже стали, строили свою систему обучения внутри своего же продукта, на мой взгляд, стоит все-таки, что это хорошая практика и достаточно интересная. А по поводу гемификации, у нас после нас в три часа будет доклад Романа Синчерева, который попытается доказать, что нет, есть люди, которые готовы ради того, чтобы подняться в турнирной таблице или получить какой-то бейджик, просто так, не за рабочее время это делать, но вот у них там получилось, поэтому можете послушать, как у кого-то взлетает, и это, наверное, сильно зависит от конкретных людей. У нас есть еще вопросы. Вопрос к Татьяне, от Татьяны, я даже догадываюсь, от какой. Вы упомянули стратегические знания, а как они соотносятся с критическими знаниями? Спасибо, хороший вопрос. Я думаю, здесь важно понять, с чем мы относительно, чего мы оцениваем, критичность или стратегичность. Когда мы говорим про критические знания, мы говорим про то, что для выполнения этой работы эти знания нужны, без нее она невозможна. Когда мы используем инструмент, который я показывала, планка сравнения у нас другая, мы пытаемся понять, за счет чего мы можем долгосрочно конкурировать. И, соответственно, задавая такой вопрос, те знания, которые являются критическими, могут быть базовыми, потому что они действительно нужны, и без них эту работу выполнять невозможно, но они еще не обязательно дают нам стратегическое преимущество. То есть в этом смысле критические знания могут попасть и в категорию базовых, и в категорию продвинутых, в зависимости от того, где мы находимся относительно конкурентов. Спасибо. Спасибо. Я хотела еще, раз уж все равно Татьяна была у микрофона, задать вопрос. Вот у меня лично в компании ситуация такая, что для... Причем, то есть такая ситуация наверняка есть даже в крупных компаниях. Я работаю, как я считаю, в достаточно крупных компаниях, но проблема, наверное, воспроизводится в разных масштабах. Нет, то есть стратегия компании не прозрачна и горизонт планирования не такой большой. Соответственно, ты не можешь прокаскадировать свои цели от стратегии компании, потому что ты просто не знаешь, какая у компании стратегия. Что делать? Ну, то есть вот даже руководители определенного уровня не имеют доступа или проговоренной, какой-то нетопубликованной в публичном виде стратегии компании. Как в таком случае ориентироваться в том, что такое стратегические, нестратегические, критические, некритические знания, если нет? Просто ты не знаешь, какая стратегия у компании. Это очень больной вопрос и, наверное, самую грустную шутку, которую я могу рассказать по этому поводу, но она только иллюстрирует то, о чем вы говорите. Когда-то в прошлой жизни я очень давно когда работала в консалтинге и нас пригласили консультировать, разрабатывать ценности и стратегии для компании. Мы приехали, была встреча с генеральным директором сначала и она стала говорит, ну вот мы там ценности и задачи мы сформулировали, вот они там есть на стене завода вывешены и я ее спрашивала, вы их можете назвать? Была пауза длинная, а потом она очень рассердилась, что я неловко, и я своим вопросом я поставила в неловкое положение и сказала, но это они как бы для них, в смысле для всех сотрудников, а как бы я их помнить не должна, у меня тут свои планы и задачи. Вот, и я думаю, что в долгосрочной перспективе это, конечно, очень грустно, когда стратегия закрыта и людям непонятно, что делать. Гюзель очень аргументированно рассказала о том, как это важно для сотрудника на любом уровне, поэтому с этим очень сложно работать. Думаю, что жить с этим в долгосрочной перспективе практически невозможно и если ты не можешь с этим ничего сделать, я думаю, для руководителя среднего звена единственный выход это попробовать для себя и для своего звена сформулировать такие стратегические приоритеты и уже отталкиваться от них. Спасибо. Примерно такое было направление мысли. У нас вопрос к Виктору от Гюзели. У нас все еще ситуация такая, что закладчики самые активные задаватели вопросов. Мне такой подход кажется похожим на построение потока по ЛИН. Используются ли методики ЛИН в работе в рамках того кейса? Очень похоже показалось. Спасибо за вопрос, Гюзель. Смотрите, здесь есть два аспекта. Первый это то, что у теории ограничения есть свои решения для того же производства и там они похожи. И там мы используем активно ЛИН, потому что теория ограничения это про то, что найти общее решение, а в частностях там делать 5С, не делать 5С, значит, это ЛИН отвечает, да, или там быструю переналадку, или там всеобщий уход за оборудованием, но, мне кажется, здесь гораздо более интересно, мне кажется, Гюзель другое имела в виду. Да, она увидела, что вот этот процесс создания знания, он сам поток уже представляет, создание знания, да. и вот здесь вот Гюзель просто в точку попала, я просто сейчас над этим вот как раз активно думаю, и я поэтому именно здесь оказался с этим выступлением, потому что действительно этот поток есть, он есть в любой организации, любая организация, ну, мало того, что нужно накопленные знания сохранить и передать, но любая организация создает новое знание, да, и вот здесь вот в точку, ну, нельзя сказать, что мы тут используем ЛИМ, но мы, значит, говорим о том, что это поток, а раз это поток, то у него есть и какие-то ограничения, и я не зря говорил об ограничивающих убеждениях, вот я сейчас уверен, именно ограничивающие убеждения и ограничивают компанию в том, чтобы получить новое знание, понимаете, вот компания, которая, вот допустим, у нее ограничивающие убеждения, вот есть в проектной среде такое ограничивающее убеждение, чем раньше начнем, тем раньше закончим, ну, тот, кто с компаном работает, он знает, что нужно ограничивать незавершенку, да, VIP нужно ограничивать, нужно ограничивать именно для того, чтобы у нас было меньше работы одновременно в работе, да, и это ускоряет процесс. Если компания, еще у нее есть такое ограничивающее убеждение, что чем раньше начнем, тем раньше закончим, то она не может быстрее заканчивать свои проекты, у нее есть проблемы с этим. И как только она обнаружит, что да, у нас вот такое убеждение, оно неправильное, нужно от него отказываться, отказывается, они начинают работать лучше. И у них получилось новое знание, да, они создали для себя новое знание, и оно помогает им лучше работать. Да, вот совершенно правильный был вопрос задан. Такой поток есть, и в нем ограничением является ограничивающее убеждение. Спасибо. Хорошо, да, спасибо. Супер. Есть ли еще вопросы от докладчиков докладчиком или от, как так сказать, от зрителей, от слушателей? Если нет, то предлагаю потихоньку заканчивать. Мне кажется, уже во втором лайтнинге подряд как-то так получилось, что нам удалось провязать какие-то моменты между докладами. Мне кажется, это очень интересно и заставляет о чем-то подумать. Записи будут доступны отдельно, хоть мы и не идем в прямую трансляцию, но зато у нас тут, мне кажется, интересно и очень живо. Давайте уходим на перерыв, и дальше каждый выбирает, что ему нравится. Во втором зале сейчас будет перерыв, а в первом зале будет доклад Романа Сентюрёва, и будет пользовательская дискуссия по внутренней документации. Включайтесь. Всем большое спасибо докладчикам, большое спасибо за то, что смогли свой достаточно богатый опыт уложить в такой непростой формат. На мой взгляд, это гораздо интереснее, гораздо сложнее, чем на 40 минут сделать выступление. Спасибо большое. Всем спасибо большое. Спасибо большое всем. Также напоминаю, что у нас еще экспертные комнаты работают. Можете также попробовать у них записаться, если там еще не перебор людей. Спасибо вам большое. Встретимся на других активностях нашей программы. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok